Здравствуйте, друзья! Ну вот, прошло несколько дней. Я похоронила своего мужа Сашу. И, конечно, хочу поблагодарить всех, кто... Все, кто выразил свои соболезнования, всех, кто меня поддержал морально. Мне было очень тяжело эти дни. Конечно, мои друзья, все знакомые, которые звонили. Подруга моя приезжала каждый день. Дети тоже звонят. И внучка тоже обещала приехать. У нее там какие-то дополнительные еще занятия. И она уже закончила школу и пообещала ко мне приехать. И, конечно, я эти дни много мыслей передумала. Читала ваши комментарии, конечно, плакала, рыдала. Все, кто смотрел наши видео, знают, какой Саша был человек. Он был благородным. Он был достойным мужчиной. Он был заботливым. В общем, он был настоящим мужчиной, настоящий полковник, офицер. Он, конечно, и его потерю я буду долго чувствовать. И буду чувствовать, что, конечно, что я потеряла очень многое. Потому что без Саши, конечно, мне очень и очень тяжело. Ну и, знаете, я снимала видео буквально перед тем, как вот с ним случилась беда. И, конечно же, я хочу с вами поделиться этим видео. И сегодня хочу поделиться одним видео, которое... Вот мы открывали пляжный сезон на нашем море. И сама с удовольствием смотрю, где Саша живой. Он в моей душе еще. Знаете, вот мне не верится. Мне кажется, что он... Откроется дверь, и он войдет. Поэтому хочу предложить вашему вниманию это видео, где он живой, жизнерадостный, где мы с ним вместе на море. В общем, посмотрите, пожалуйста. Бульвар. Пляж Отрада. Центральный вход. Саша готов. Так, здесь центральный вход. И там дальше у нас можно спуститься по канатной дороге. Привет, привет! Кто куда? Мы на море. На пляж Отрада. Ну, посмотрим, что у нас здесь. Посмотрим, что почем. В прошлом или позапрошлом году было по 60 гривен. Ну, сейчас, конечно же, наверное, дороже спуститься по канатке. Но мы, конечно же, пойдем пешком. Но цену сейчас узнаем и вам скажем. Так, красиво. Розочки цветут. Ну, а вот она канатная дорога. Закрыта пока. Или же вход в другом месте. Ага, вход, наверное, чуть дальше. Входа нет. А здесь есть. Здесь канатная дорога, да? Еще закрыта. А с 11 часов? И какая цена? 100 гривен человек. Спасибо. Вот, с 11 часов начинает работать канатная дорога. Вы слышали? 100 гривен человека. Ну, а мы пойдем своими ножками и, конечно, заодно разомнем ягодицы. И вот такие кабинки. Кабинки сейчас покажем. Вот они, кабинки с красивыми рисуночками. Интересными. Вот так. И вот они целый ряд. Но они будут работать немножко позже. Вот спуск к морю. Там уже можно видеть море немножечко, но тут деревья густые. а мы спускаемся по вот такой вот лестничке. Да? Да. И музыка гремит. А там гуляют собачками. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Такие вот собаки. И вперед. А нам еще идти вниз. вот такая дорожка. А там рядом смотрю спортивные корты теннисные. Спортивная площадка. Играют в теннис. Тут какой-то спортивный клуб. Ну, а тут предлагают морские прогулки. Такое объявление на дереве. На паруснике. птицы кричат. Котик ждет. А мы приближаемся к трассе здоровья. По этой трассе тут велосипедисты катаются и на самокатах, на скейтах. вот так вот. Вот и море. мы уже почти почти у моря. Ну, а здесь пляж. Вот даже купаются люди. Не густо, но люди есть. там спортивная площадка. А тут у нас вот такая красота. Мы на море. И Саша сейчас, конечно же, проверит водичку, термометр. Ну, и надеясь, что он искупается. Я еще не готова, но Саша готов. Водичка чистая. Легкие, легкие, совсем волны. Такой штиль, можно сказать. температура воздуха 25, а воду сейчас проверишь. Да, вот, Саша. Ну, как ощущения вообще? Хорошие? Видите, многие плавают. Ну, и Саша в том числе. 20 градусов 20 градусов температура воды. Может, попозже будет теплее, но пока 20. Но ты при 20 градусах готов искупаться? Ну, естественно. Конечно, все, идешь. В осенне температура нормальная 18. Да. все, иди искупаешься и скажешь нам свои ощущения. Саша пошел в воду. Так, за буйки не заплывать. Все, Саша гребет назад. И сейчас, конечно, мы узнаем. Ну, что, как ощущения? Громче? Не слышно? Освежающее? Ну, конечно, вода 20 градусов. Вода чистая. Конечно, но не теплая. 20 градусов свежо. но далеко заплывать нельзя. Ну, здесь волнорез, так что я думаю, что здесь не опасно. Да? Так что первое, первое плавание у тебя произошло. Все, сезон открыли. Лето началось, сезон открыли. Все. вагончики конечно же тоже попробую водичку. Слушайте, она теплая, так на ощупь теплая, но окунуться, конечно, я еще не рискну. но для открытия сезона мне этого достаточно, так что сезон открыт. вагончики уже поехали. Одиннадцать часов и начала работать канатная дорога. А мы поднимаемся ножками, да? Да, полезно. Полезно. так что друзья, сезон открыли. В общем, кто хочет, приезжайте в Одессу на море. Пляжи, как видите, работают, запретов нет. Ну, а на сегодня у нас все. До новых встреч!